Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания «Адмирал Маркетс» и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня обсудим действия Трампа на минувших выходных, которые в ходе того, что демократы с республиканцами не смогли договориться о своих чеках, и он сделал все в свои руки. Также вероятность покупки TikTok и Netflix, ну и в принципе обсудим прошлую ситуацию на рынке, которая была на прошлой неделе, обсудим non-farm payrolls, ну и то, что ждет нас уже на неделе предстоящей. Ну а перед началом видео я напомню, что если оно вам нравится, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, на минувшие выходных Трамп взял в свои руки как раз дополнительные выплаты для тех, кто потерял работу в ходе коронавируса. Напомню, что предыдущие пару недель республиканцы и демократы пытались договориться о новых мерах помощи, но не смогли это сделать, и как раз начались каникулы, которые закончатся 7 сентября. То есть стало понятно, что в этот период договориться они, конечно же, не смогут. Но Трамп, видимо, решил набрать себе очков и взял это дело в свои руки. Он, конечно, будет выплачивать не по 600 долларов, как изначально планировалось, а чуть меньше. То есть такой, знаете, консенсус. То есть 400 долларов каждую неделю будут получать безработные в США. Ну, собственно, вероятно, этим шагом он решил добавить себе несколько очков перед предстоящими выборами и выступить таким Робином Гудом. Также из новостей, которые поступили в конце этой недели, ну и также на выходных, это, вероятно, покупка сервиса TikTok Netflix. Напомню, что США, ну, в лице, безусловно, Долина Трампа решили запретить китайские сервисы, такие как TikTok, через 45 дней. То есть к 15 сентября. Соответственно, желание свое о покупке высказали компания Microsoft. Это мы обсуждали на прошлой неделе. И сейчас к ним присоединился Netflix. По некоторым мнениям, Netflix может более, в лучшем виде интегрировать как раз данный сервис в свои сервисы уже видеоподписок. Ну, посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться. Премия между США и Китаем, они продолжаются. Ну, вот в оборот попали несколько компаний. Также мы видим уже рекордный рост золота, темп роста сохраняется. В принципе, ряд аналитиков уже прогнозируют к 2023 году увидеть золото, прошу прощения, и также по 4000. Ну, и также многие сейчас говорят о вновь пузыре, да, то есть уже появляется ряд статей в интернете по поводу мнения аналитиков. И многие говорят, что да, в принципе, пузырь, он надувается, но, скорее всего, он будет больше. И многие ожидают к концу года S&P по 3800. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходило на прошлой неделе. Посмотрим non-farm payrolls, которые были опубликованы в пятницу. Ну, в принципе, я думаю, что вы обратили внимание на то, что реакция рынка была, ну, крайне никакой. То есть никаких особых движений мы не видели. Ну, и это, в первую очередь, связано с тем, что данные вышли хуже, чем ожидалось. В пятницу они были опубликованы. Прогнозное значение было 4,5 тысячи новых рабочих мест, а актуально стало 1700. Все равно мы видим некоторые улучшения в рынке труда в США от минимумов, которые мы видели пару месяцев назад. Сейчас постепенно эта ситуация улучшается, но рекордно низкие ВВП, которые были также опубликованы две недели назад, они, ну, конечно, пока несколько удручают. Хотя рынки растут, и пока все кажется неплохо. Но, скорее всего, это может быть бомбой замедленного действия. И вполне вероятно, что после роста определенную коррекцию мы увидим. Что нас будет ожидать на этой неделе? Давайте обратимся также к экономическому календарю и посмотрим текущую неделю. В понедельник будет опубликовано число открытой вакансии на рынке труда. То есть количество вакансий, которое появилось. Предыдущее значение было 5,3 миллиона, сейчас 4,9. То есть, ну, на фоне второй волны коронавируса все равно ряд бизнесов, ряд предприятий закрывается. Или временно закрывается. Поэтому вакансии восстанавливаются не так, как, в принципе, ожидалось. В среду выйдут данные по ВВП в Великобритании. Здесь также ожидается снижение. Данные выйдут по второму кварталу. Предыдущее значение было минус 2,2. Ожидается минус 1,8. Соответственно, сейчас пока этот показатель выглядит прогнозно и лучше, чем предыдущий. Поэтому британская валюта на этом фоне как раз может и укрепиться. Также в пятницу будут выходить данные по США. Это розничные продажи, месячный показатель. Здесь мы видим пока прогнозное снижение. То есть, пока потребители не так оптимистичны в своих тратах, можно так сказать. И этот показатель пока тоже снижается. Ну, а с точки зрения текущей ситуации, хочу обратить внимание на то, что коррекция по американскому доллару началась. Но S&P пока рост продолжает. Поэтому тоже сейчас довольно-таки интересная ситуация появляется. По евро. Евро не смог обновить локальный максимум, который был сформирован в июле. И сейчас мы видим уже третью сессию подряд падения евро. То есть, здесь у нас началась коррекция. Собственно, сейчас торгуемся на минимальных значениях пятницы. Собственно, здесь моя торговая идея будет это искать покупки как раз после завершения данной коррекции. Мы можем скорректироваться еще чуть ниже. То есть, ну, в принципе, было бы интересно как раз покупать где-то в области 1.1710, 1.1680. То есть, вот в данной зоне здесь я бы для себя рассмотрел покупки. То есть, как раз основная идея покупать на завершение данных коррекций. По британской валюте также с прошлой недели, ну, именно с пятницы началось у нас коррекционное движение. Покупки здесь остаются в приоритете. И чем ниже британская валюта сможет опуститься, и тем более интересным будет как раз вход на продолжение тренда, который на текущий момент сохраняется. По паре американский доллар, канадский доллар. Также здесь мы видим коррекцию на фоне нисходящего тренда, который у нас сохраняется несколько месяцев по данной валютной паре. Соответственно, движение в область 1.34-1.3420 также может быть интересной точкой для присоединения, как раз по тренду на слабление американского доллара. Сейчас на текущий момент, с точки зрения часового таймфрейма, мы также видим сохранение пока коррекционного восходящего движения. Но я буду входить, когда появится сигнал именно на продажу по данному активу. Пара американский доллар и японская иена также скорректируются от минимальных значений, которые мы видели в конце июля. Сейчас торгуемся по 105.98. В принципе, с текущих уровней при появлении как раз формации на уже продолжение нисходящей формации, в принципе, было бы интересно тоже продавать с целями движениями как раз до минимальных значений, которые были сформированы в конце июля. Поэтому сейчас доллар и иенов выглядят в принципе неплохо. Сейчас мы, ну в пятницу у нас началось здесь восходящее движение, то есть мы начали снижаться как раз в конце прошлой недели, но сейчас пока с точки зрения часового таймфрейма у нас сохраняется движение восходящее. Вот когда оно поменяется вновь на нисходящее, то здесь я для себя уже рассмотрю как раз продажи по тренду. Пара австралийский доллар, американский доллар в конце прошлой недели обновили локальный максимум, но пятница также закрылась в негативной зоне для австралийца. Американский доллар, соответственно, укрепился. Пока на текущий момент сохраняется движение нисходящее. Здесь я буду для себя также ждать завершения данной коррекции и буду рассматривать вход уже непосредственно на покупку. Такая же идея и по новозеландцу. Ну, новозеландцы, смотреть что-то австралийцы пока максимум не смог обновить и также торгуется ниже максимальных значений 2019 года. Но, в принципе, сейчас тоже формируются довольно-таки неплохие уровни для покупок на вход как раз на продолжение тренда. С точки зрения часового таймфрейма сохраняется нисходящая формация. Сегодня мы уже обновляем минимальные значения. Совсем чуть-чуть остается до минимумов 3 августа. Поэтому здесь я для себя тоже буду рассматривать стратегию покупать на завершении данной коррекции. Золото немного скорректировалось также в пятницу, но пока все равно остается довольно-таки перекуплено. Поэтому здесь с точки зрения покупок, если они у вас есть, то пока, наверное, имеет смысл держать или, по крайней мере, частично уже зафиксироваться. Но при коррекциях в область 1950-1922 уже имеет смысл наращивать вновь позицию. По крайней мере, с опекулятивно. Ну, конечно, с прицелом не на несколько лет, но краткосрочно на неделю, 2-3. Пока вся эта ситуация с выборами, которые будут в ноябре, пока очень высокий риск неопределенности того, кто же победит. Золото, скорее всего, здесь будет выигрывать от данной неопределенности. Поэтому заходить на коррекциях, также здесь я для себя эту ситуацию буду рассматривать. По индексам, ну, в отличие от S&P, DAX пока себя ведет не так хорошо. И все-таки пока здесь еще коррекция продолжается с точки зрения дневного таймфрейма. Но с точки зрения часового таймфрейма мы уже сегодня попытались торговаться выше максимальной значения пятницы. Что, в принципе, пока сохраняет восходящий формат с точки зрения часового таймфрейма. Ну, как восходящий. То есть пока мы здесь видим все-таки больше боковик с прошлой недели. Если мы уходим ниже уровня 12 515, это минимальное значение пятницы, то еще одна волна коррекции здесь будет. И вот как раз завершение этой коррекции я буду для себя рассматривать как вход на покупку. S&P 500 сегодня торгуется уже на премаркете выше максимальной значения пятницы. То есть пока рынок видит позитивом те события, которые произошли на выходных. Ну, в первую очередь решение и те действия, которые сделал Трамп. Поэтому сейчас ищем, опять же ждем коррекцию и ищем возможность заходить. В принципе, от локальных максимумов мы торгуемся уже не так высоко. То есть нам остается буквально чуть больше 1% до обновления исторических максимумов. Потом коррекция может быть чуть более затяжной. Вот как раз эту коррекцию будем рассматривать как возможность зайти еще вновь в рост. Вполне вероятно, что к концу года индекс S&P 500 обновит, безусловно, локальные максимумы. Ну и дальше мы увидим, вероятно, на 3.600, на 3.700, а то и на 3.800 данный актив. После, конечно, может последовать коррекция. Но сейчас, в принципе, в фокусе, в основном фокусе внимания остается ситуация с выборами. Поэтому к выборам уже мы, скорее всего, будем подрастать. Потом можем увидеть коррекцию, увидеть в зависимости уже от того, кто победит. Эта коррекция может быть небольшой, а может быть и чуть больше, если все-таки Байден наберет большее количество голосов. Нефть планомерно продолжает рост. В пятницу мы также видим уже с точки зрения часового таймфрейма новую коррекцию, которая началась. Но пока в общем формате восходящего тренда. Здесь также мы видим сохранение пока восходящей формации. Соответственно, если говорить о покупках, то после обновления локальных максимумов, которые были сформированы в пятницу, уже имеет смысл также заходить вновь на продолжение тренда, который на текущий момент сохраняется по нефти. Ну, если резюмировать, то мы с вами видим, что американский доллар ушел в коррекцию, американский доллар укрепляется, а S&P 500 тоже продолжает рост. Поэтому сейчас появляется некоторый дисбаланс и фактически мы видим, что если S&P 500 сохранит свои предпосылки на продолжение роста, то американский доллар тоже развернется. Ну и как раз вот эту ситуацию будем рассматривать для входа уже по тренду, по валютным активам. Ну а на сегодня это все. С вами был Исаков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну и мы с вами увидимся в среду и посмотрим, как у нас ведут себя рынки и что нового произошло. Всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Увидимся в среду.